Татарская народная сказка Гульнозек Потом нащипал лучины, выстругал стрелы и отправился в лес Долго Гульнозек бродил по лесу Но ни зверя и ни птицу повстречал он в лесу А столкнулся с великаном Дивом Испугался Гульнозек Не знает, как быть, не знает, как ему от Дива спрятаться А Див подошел к нему и спросил грозно А ну-ка, кто ты такой? Зачем сюда пожаловал? Все равно пропадать, подумал Гульнозек Попробую я напугать этого Дива Подошел он к Диву и сказал Я охотник, пришел в лес подстрелить дичи Но если попадется Див, то я от такой добычи не откажусь Одной стрелой уложу его на месте Струсил Див, завизжал на весь лес И чем громче он визжал, тем больше раздувался его живот Скоро Див стал похож на большую копну сена Наконец Див перестал визжать и взмолился Добрый охотник, не губи меня Лучше пойдем ко мне в дом Будешь дорогим гостем Позволь мне угостить такого славного джигита, как ты А Гульнозек стоит, ни жив, ни мертв от страха Не знает, отказаться от приглашения или нет Пересилил он кое-как свой страх и побрел за Дива Долго они шли и пришли к жилищу Дива Вел Див Гульнозека в свой дом и приказал жене угощать гостя жареным мясом Сам Див ест, торопится, а Гульнозеку и кусок в рот не идет Как покончили они с едой, повел Див своего гостя в другую комнату и уложил на мягкую постель Лежит Гульнозек в постели, но заснуть не может Закрыл глаза, притворился спящим А сам прислушивается к каждому звуку Следит, что хозяева делают И слышит он, как Див шепчет жене Ну, жена, попали мы с тобой в беду Этот охотник намного сильнее меня Захочет, одной стрелой уложить на месте Как нам теперь быть? Как нам от такой беды избавиться? Не печалься, отвечает Дива жена Придумала я, как нам от этого охотника избавиться Принесем мы ночью большой тяжелый камень Бросим на охотника и придавим его Обрадовался Див и говорит Хорошо ты придумала, так мы и сделаем Среди ночи Див с женой тихонько поднялись Вышли из жилища и пошли за камнем Тут гульнозек быстро вскочил с постели Бросил на нее несколько поленьев Прикрыл их шубой А сам притаился за печкой Только он спрятался Вернулись Див и его жена с огромным камнем Подкрались они к постели И со всего размаха бросили на нее камень От этого удара поленья под шубой затрещали Захрустели Превратились в мелкие щепки Ну, теперь нам некого бояться Сказал Див Избавились мы от этого силача-охотника Подняли они вместе с женой камень с постели И выбросили на двор Пока они возились с камнем Гульнозек опять улегся в постель А когда Див с женой пришли Он потянулся, словно только что проснулся Зевнул и сказал недовольным голосом Ну и беспокойно же у вас здесь И выспаться нельзя Вот только что на меня с потолка что-то упало Таракан что ли? Не будь ты мне приятелем Я бы такой шум устроил Что ты не знал бы куда деваться Испугался Див Растерялся Не зная чем задобрить гостя Принес Гульнозеку всяких подарков Ему и унести их не под силу Захотел тогда Див сам понести подарки до дома Гульнозека Собрались они и отправились в путь Пришли к дому Гульнозек и говорит Диву Подожди меня здесь у входа Я пойду скажу жене, что привел гостя Пусть приготовится встречать тебя Див остался у двери А Гульнозек вошел в дом и сказал жене Ну жена, привел я нежданного гостя Страшного Дива Сейчас я введу его в дом И велю подавать угощение Я тебе раз скажу Ты молчи Еще раз скажу Ты молчи А когда я прикрикну на тебя Ты скажи Чем же мне угостить гостя? Разве мясом того Дива, которого ты подстрелил вчера Больше у нас ничего нет Хорошо, ответила жена Так и скажу После этого Гульнозек ввел Дива в дом Усадил его на почетное место и сказал Эй, жена, подавай угощение А жена молчит Гульнозек опять Эй, жена, подавай нам угощение А жена молчит Крикнул тогда Гульнозек громко и сердито Что же ты молчишь или не слышишь? Живо подавай угощение А жена на это отвечает Чем же я буду угощать гостя? Разве мясом того Дива, которого ты вчера подстрелил? Как услыхал Див эти слова Вскочил с места и кинулся вон из дому Чуть весь дом не развалил Бежит Див От страха ног под собой не чует А навстречу ему лиса Куда это ты так торопишься? Спрашивает Ах, милая лиса Отвечает Див Ведь я чуть было не погиб И рассказал он лисе Как пошел в гости Гульнозеку И как хозяева хотели угостить его Дивьим мясом Выслушала Дива лиса и говорит Эх ты, сам ты большой А ум у тебя маленький Да ведь этот Гульнозек И пальцем никого не тронет Я у него всех кур потаскала А он меня и тронуть не посмел Куда уж ему Дива подстрелить Пойдем-ка к нему вместе Послушался Див лису и пошел с ней Увидел из окошка Гульнозек Лисицу и Дива Догадался, в чем тут дело Вышел он на крыльцо и закричал Что же ты, лиса? Зря, что ли, подарил я тебе десяток кур Обещала ты привезти мне за это двух Дивов А ведешь только одного Да и то какого-то тощего Как услышал Див эти слова Рассердился на лису Ох ты, негодница Ох ты, обманщица Обмануть меня вздумала Но погибель привела Не прощу тебе этого Схватил Див лису за хвост Она и вывернуться не успела И ударила камень Бросил Див лису И пустился бежать без оглядки А Гульнозек содрал с лисы шкуру И продал на базаре Дали ему десять золотых На эти деньги накупил Гульнозек хлеба Накупил мясо И принес домой Жене и ребятишкам Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...